До церемонии открытия зимней Олимпиады в Ванкувере осталось всего три недели. А это значит, что пора спуститься на улице сейчас уже такого солнечного и, можно сказать, весеннего города, несмотря на зимнюю Олимпиаду, и рассказать о том, что происходит в городе. И, поверьте, будет много интересного, забавного и удивительного. Ванкувер – мега чистый город, и не думаю, что в Олимпиаде он станет еще чище. Но, конечно же, изменения по сравнению с тем, что я видела полтора года назад, когда приехала в Канаду, есть. Есть они такие грандиозные, например, строительство новых станций метрополитена, как и будет называть SkyTrain, которые позволят прямо из аэропорта приехать в центр города. А есть некие мелочи, которые настолько приятные. Я вам сейчас покажу. До этого момента я видела надписи на русском языке, разве что в Скорбаксе там было написано, и до сих пор написано «Добро пожаловать». А сейчас весь город и каждая там кафешка, предприятие, салон считают обязательным стать более еще приветливыми к гостям, которые говорят на разных языках. Где-то я здесь еще видела «Наааа». Это, по-моему, белорусский, чешский. А сейчас мы пойдем к стадиону, который называется BC Place, на котором пройдет церемония открытия и закрытия олимпийских игроков. Я думаю, вот этот магазинчик 7-11 сделает огромные выручки во время Олимпиады, потому что он находится буквально в 100 метрах от одного из стадионов. Вообще, нужно сказать, что все соревнования не будут сосредоточены в самом Ванкувере. И даже не ограничиться его пригородами, потому что горно-лыжное соревнование состоится на Висклере, которое находится примерно в 160 километрах от Ванкувера. Старбакс. Вообще, кофеин здесь много, я думаю, как нигде. Через каждые 50 метров. Основное строительство, конечно, уже закончено, но сейчас, в последнюю неделю, я наблюдаю, что возводят специальные сцены, видимо, для концертов или для других мероприятий, которые будут проходить в городе. Вот мы подходим к стадиону. Вот он называется BC Place, то есть площадь Британской Колумбии. Ну, Британская Колумбия, как вы, наверное, уже знаете, одна из провинций Канады. Значит, почему здесь находятся львы? У меня есть одна идея только. Просто на этом стадионе дислоцирована команда футбольная, которая называется BC Lions, то есть львы Британской Колумбии. Вот, видимо, с этим и связано. Вообще, стадион был построен в 1983 году. В нем 60 тысяч посадочных мест. Вообще, можно рассказывать о многих фактах, связанных со стадионом и приводить много цифр, но обычно запоминаются абсолютно тупые. Я знаю, это даже не байка, такую историю, что Памела Андерсон, болея за свою команду, много лет назад, сняла верхнюю часть своей одежды, чтобы поддержать свою любимую команду. И этот жест доброй воли был зафиксирован одним из фотографов, после которого Памела Андерсон и получила контракты и стала впоследствии знаменитой. Я вам обещаю, что еще не раз мы пройдемся по Олимпийскому Ванкуверу. Так что оставайтесь на связи. Пока!